Предприниматели Белгорода должны по страховым взносам более 150 миллионов рублей. Всего таких должников насчитывается около 4,5 тысяч человек. Причем большая часть, 3,5 тысяч, это те, кто фактически перестал работать, но не аннулировал ИП. Тему продолжит в новостях экономики моя коллега Марина Сафронова. Привет, Марин. Привет. Ну вот, получается, что фактически человек уже не работает, но страховые взносы платить все еще обязаны. Я правильно поняла? Да, так положено по закону. Причем налоговики уверяют, что отслеживают всех прекративших деятельность предпринимателей и пытаются донести эту информацию до каждого. Работают с каждым индивидуальным предпринимателем, кто по какой-то причине не получает нашу корреспонденцию, которую мы направляем, где мы говорим о сумме задолженности и о сроках уплаты. Мы работаем индивидуально, вплоть до того, что инспекторский состав выезжает по домашним адресам должников и разъясняет, то, о чем мы с вами сейчас говорим, они разъясняют это платежим. И, к сожалению, зачастую действительно они не знают о своей задолженности и они считают, что они не обязаны платить ничего, если они ведут деятельность. Марин, так все-таки что нужно делать с долгом? Ведь человек действительно не вел предпринимательской деятельности. Пока индивидуальный предприниматель стоит на учете, для государства он существует как бизнес-единица. Поэтому списать долг не получится, его надо погасить. Кроме того, естественно, рекомендуем ликвидировать ИП, чтобы ситуация не повторилась. Снятие с учета обойдется в 160 рублей.